Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречный. В студии вас приветствую я, Светлана Теплухина. И вот о чем я и мои коллеги расскажем вам сегодня. Победный май. Зареченцы отметили главный праздник страны и отдали дань уважения поколению, победившему фашизм. Мы говорим вам спасибо за то, что вы сделали для нас, за то, что мы живем в мирной стране, под мирным небом. На встречу 75-летию в Заречном открылся штаб в подготовке к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Много проектов, которые планируют реализовываться начиная уже с июня этого года, 2019-го. Поэтому я так думаю, что каждый из Ореченец будет так или иначе в проекты вовлечен. Память сердца. Ветераны производственного объединения «Старт» стали героями документального фильма о детях войны. То, что мы вспомнили, то, что нам напомнили, оно вызывает, конечно, слезы. Ну и далее подробнее о событиях, прошедших праздничных выходных дней. Вместе со всей страной Зареченцы отметили главный для каждого россиянина праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. 74 года назад завершилась самая страшная в истории человечества война. 9 мая мы вновь и вновь говорим спасибо поколению победителей. 15 тысяч зареченцев приняли участие в параде 2019 года. 6 тысяч горожан прошли в колонне бессмертного полка. С главной площади Заречного наш первый репортаж. О мире и благоденствии на земле поют потомки воинов-освободителей. Тех, кто 74 года назад не только отстоял свою родину, но и спас планету от фашизма. Залпы Великой Отечественной войны давно отгремели, но ее эхо звучит до сих пор. В каждой семье хранятся свои истории о фронтовиках. Отец одной из участниц шествия бессмертного полка Екатерины Тамарко, Павел Плескачев, воевал на Калининском фронте, участвовал в боях под Оржевом. В 1942 году он получил сильнейшее ранение. Его разорвало плечо, руку, бедро, ногу. И практически он упал без сознания. Товарищи, которые шли рядом, они посчитали, что он погибший. Но Павел Плескачев выжил. Его нашли и спасли санитары. Он вернулся в родные края, где уже никто не чаял его дождаться. Несколькими месяцами ранее семья получила похоронку. Павел Плескачев встретил 9 мая 1945 года в своем селе. Новость о победе застала миллионы участников войны в разных точках планеты. Мой папа День Победы встретил на Японской, не 9 мая, а он уже домой пришел. Это в 1945 году, в ноябре месяце. А Свекор встретил День Победы, как раз он рассказывал, уже подошел к Берлину. 9 мая на парад пришли 15 тысяч зареченцев. Сотрудники городских предприятий и организаций и пенсионеры, взрослые и дети собрались вместе, чтобы почтить память павших участников Великой Отечественной войны и выразить благодарность поколению победителей. Воевал Советский Союз с немцем, с фашистами. В этот день наши солдаты дошли до Берлина и взяли тот город и освободили нашу страну. Во главе праздничного парада на площадь Ленина ступили те, кто с оружием в руках или на полях, заводах и фабриках приближал победную весну 1945 года. Жители Заречного приветствовали их аплодисментами. Уважаемые ветераны, участники боевых сражений, участники Трудового фронта, мы говорим вам спасибо за то, что вы сделали для нас, за то, что мы живем в мирной стране, под мирным небом. Разгром фашизма – это заслуга и подвиг целого народа. 1418 дней жители огромной страны шли к этой победе, вносили свой вклад в общее дело. Участники Великой Отечественной войны не могут говорить об этом без дрожи в голосе. Мы победили в 1945, но какой ценой досталась наша победа. Благодаря труженикам нашим села, они ускорили нам победу, трудились день и ночь на полях. Кульминацией Парада Победы стало шествие Бессмертного полка. В колонну встали 6000 зареченцев. В этом году все воины, чьи родные впервые присоединились к акции, были названы поименно. Рядовой Перетрухин Николай Семенович. Печенов Иван Васильевич. Блескачев Павел Федорович. Плотников Василий Иванович. Те, кто сложил голову на фронтах Великой Отечественной и те, кто прошел всю войну, всегда будут примером для потомков. По традиции, 9 мая весь город торжественно проводил молодых людей, которым предстоит пройти срочную службу в рядах Вооруженных сил России. Служить в своей стране – это ответственная и почетная миссия для любого настоящего мужчины. Вы, вливаясь в ряды Вооруженных сил, становитесь защитниками Отечества. И от вас очень многое будет зависеть. От того, как вы будете нести свою службу. Как вы будете исполнять приказы ваших командиров. Призывники обещали хранить верность заветам предков и служить Родине верой и правдой. Они покинули площадь Ленина в парадном строю, как когда-то их прадеды, уходившие на фронт. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Глубоко символично, что День Победы мы отмечаем весной, в пору пробуждения и расцвета. И как 74 года назад, 9 мая – это ликование и радость. По окончании торжества на площади праздник в Заречном по традиции перемещается в Центральный парк культуры и отдыха. В этом году народные гуляния состоялись под девизом «Победа остается молодой». По творческим площадкам вместе с горожанами прошли и мои коллеги. Подержать в руках легендарное стрелковое оружие Победы. Побывать в штабной палатке офицеров Красной Армии. Поесть солдатской каши. Спеть песни военных лет. Окунуться в незабываемую атмосферу ликования Победного мая 45-го. Такую возможность получили все зареченцы, пришедшие после праздничного парада в Центральный парк культуры и отдыха. 9 мая для нашей страны истинно народный, всеобщий праздник. День торжества Победы над фашизмом и День памяти о павших защитниках Отечества. День Победы для меня в первую очередь – это подвиг нашего народа. Это подвиг своих прадедов. У меня два прадеда воевали на Великой Отечественной войне. Награды тоже получили. В общем, это гордость, которую не нужно забывать. Я думаю, нужно помнить всегда. И мы должны помнить и наши дети и так далее поколения. 9 мая – это праздник всей страны. Это праздник, как говорится, как поется в песне со слезами на глазах. И в моей семье, как и во многих семьях нашей огромной необъятной страны, тоже был свой герой. Эта память в моем сердце, она меня мотивирует каждый год приходить на парады, чтить память не только моего деда, но и многих-многих, кто воевал за нашу Родину. Народное гуляние «Победа остается молодой» полностью оправдало свое название. На более чем двух десятках творческих, познавательных, развлекательных, исторических площадках главный праздник страны могли отметить по-своему люди нескольких поколений. Наша площадка – это мирное небо, на которое нужно приклеить голубь мира. Мы его сами делаем, предлагаем горожанам сделать голубь и повесить его на фотозону. И можно сфотографироваться. Впервые в праздновании годовщины Великой Победы приняли участие преемники славных традиций отечественных вооруженных сил – юноармейцы. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение было создано в 2016 году, а два года спустя его отделение было открыто и в Заречном. В связи с тем, что у нас появилось такое объединение, как юноармия, мы разнообразили свои площадки площадкой юноармейской. То есть на этой площадке предлагаются детям сборка-разборка автомата и знакомство с таким всероссийским движением, как юноармия. Народное гуляние «Победа остается молодой» продолжалось около трех часов. За это время тематические площадки в Центральном парке культуры и отдыха посетили более 10 тысяч зареченцев, решивших отметить 74-ю годовщину Великой Победы вместе со всем городом. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Праздник со слезами на глазах. 9 мая мы скорбим обо всех жертвах Великой войны. О тех, кто пал на полях сражений, кто погиб от голода в блокадном Ленинграде, кто стал жертвой фашизма в концлагерях и в оккупированных городах и селах. В память о миллионах оборванных жизней зареченцы собрались у обелиска Победы, чтобы принять участие во всероссийской гражданской акции «Минута молчания». Сотни зареченцев пришли к обелиску Победы, чтобы почтить память павших героев Великой Отечественной войны. В 7 часов вечера 9 мая по всей нашей стране прошла всероссийская акция «Минута молчания». Вот уже более полувека звучат слова светлой памяти павших в борьбе против фашизма, как дань памяти погибшим в годы войны. Слова любви и поклонения советским воинам-победителям, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла воздается должное солдатам стран антигитлеровской коалиции, героям сопротивления, антифашистам Европы. Я всегда думаю, что перенесли и пережили эти люди. И, конечно, им огромное спасибо, поэтому я не могу не приходить на это мероприятие, потому что я считаю хоть так, какую-то дань уважения и спасибо скажу, вот постояв, помолчав, поплакав. Я пришел на минуту молчания, потому что это очень важная традиция, почтить память ветеранов, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили сейчас спокойно. Ровно в 19.00 наступила тишина, нарушаемая лишь звуками метронома в память о тех, кто так и не вернулся домой с фронта, кто не вынес непосильного труда в тылу, кто сражался за родину, за нас, за будущее, за мирное небо над головой, но не дожил до 74-й годовщины победы. От трагического июня 41-го до победного мая 45-го. Ретроспектива событий четырех военных лет прошла перед зареченцами, собравшимися 9-го мая на центральном стадионе города. Праздничный концерт «В песнях останемся мы» стал завершением торжеств, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Школьный выпускной вечер, прерванный страшным словом «война». Юноши и девушки, мужчины и женщины в одночасье оставили мирную жизнь и отправились на фронт. С этой сцены начался городской концерт, посвященный Дню Победы. Организаторы постарались показать события четырех с лишним военных лет за полтора часа. В программе концерта были песни военных лет, песни о героях Великой Отечественной и тех, кто остался дома, дожидаться с войны мужа, отца, брата. Память о тех, кто сражался на фронтах, работал в тылу и не дожил до 74-й годовщины Великой Победы почти ли минутой молчания. У меня тоже участвовал в войне отец, он уже умер, дедушка, ну и много-много других родственников. Поэтому война – это тоже такое событие, которое оставило, конечно, и у меня след в душе, и в памяти, и это навсегда. К концерту в честь Великой Победы все коллективы готовятся особенно тщательно. У них непростая задача – исполнить номер так, чтобы вложить в него и горе чутраты, и праздничное ликование победного мая. 9 мая – это самый такой торжественный, наверное, для всех праздник, конечно же, особенный репертуар к 9 маю. Поэтому, ну, я думаю, что все к этому относятся очень, так скажем, с тревогой и, наверное, с чувством долга, какого-то, что нужно сделать это все на отлично. Например, мы, да, радостные, веселые частушки поем. Я думаю, что это все равно праздник радостный, потому что победа, да, победа, как может быть, дорогой. Финальной песней праздничного концерта стал неофициальный гимн 9 мая – День Победы. В этом году его исполнили Виктор Ланкин и Дмитрий Стародубцев. Для меня это была мечта. Я часто говорю, что есть какая-то мечта, да, я принимал участие в благотворительном спектакле, я мечтал. Исполнить песню 9 мая, День Победы, для меня это тоже была своего рода мечта. И я очень рад, что она у меня осуществилась. В честь тех, кто отвоевал для нас возможность жить под мирным небом, мечтать и достигать целей, ночное небо украсили разноцветные шапки праздничного салюта Победы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В дни празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Заречном стартовала подготовка к юбилейной дате, которую мы отметим через год – в мае 2020-го. Разрабатывать и координировать все городские проекты, посвященные 75-летию разгрому фашистской Германии, будет штаб Победы. Он начал работу на базе музейно-выставочного центра. С открытия штаба – репортаж нашего корреспондента. Никто не забыт, ничто не забыто. В Заречном открылся штаб Победы. Он будет работать в течение года. Его сотрудникам предстоит курировать все мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы. Много проектов крупных, городских, местечковых, школьных, взрослых, ветеранских проектов, которые планируют реализовываться, начиная уже с июня этого года, 2019-го. Поэтому я так думаю, что каждый из Ореченец будет так или иначе в проекты вовлечен. Презентация 11 основных проектов состоялась на открытии штаба Победы. Среди них разнообразные квесты, викторины, творческие конкурсы. Горожанам также предлагается рассказать о родных, которые работали в тылу или были участниками сражений. Все собранные материалы будут храниться в городском музее, лучше опубликованы в СМИ. Еще одним проектом станет поисковая акция и фотовыставка «Лица Победы». В ее рамках горожане смогут отреставрировать найденные в домашних архивах документы, которые потом станут частью большой фотовыставки. 23 февраля 2020 года начнется проект «75 дней до Победы». В соцсетях на сайтах образовательных организаций будут размещаться информационные листовки о событиях, происходивших в этот день в 1945 году. Все горожане смогут прожить 75 дней до Победы вместе со своими бабушками и дедушками. Возглавил штаб Победы глава города Олег Климанов. 74 года прошло с того момента, когда наша страна одержала победу в этой кровавой войне. И все 74 года мы помним наших ветеранов, наших отцов, наших дедов. Кому мы благодарны за нашу жизнь. Все меньше и меньше остается с нами ветеранов. У нас в Заречном их осталось, тех участников, кто воевал на фронтах, всего 28 человек. Первые живые истории о мае 1945-го прозвучали уже на открытии городского штаба Победы. 9 мая 1945 года я никогда не забуду, пока буду живой, потому что я когда-то не помню, учился в 5-м классе Загонской средней школы, 10 часов. Класс пришла, наш преподаватель объявил, что война закончилась. Я бежал домой, чтобы сказать родителям, потому что у меня был инвалид, что война закончилась. На открытии штаба был представлен городской символ Победы. Им стала незабудка. Голубым цветком все горожане смогут украсить георгиевские ленточки и прийти с ними на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Со всеми вопросами по мероприятиям штаба Победы можно обращаться к волонтерам по телефону 60 65 41 или в кабинет номер 17 музейно-выставочного центра. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Ветераны производственного объединения «Старт» поделились своими воспоминаниями о военном детстве. Участники академического хора градообразующего предприятия стали главными героями документального фильма «Дети мира», созданного Зареченкой Ириной Адуло. Презентация видеоработы состоялась в маркетинговыставочном комплексе завода во время встречи, приуроченной ко Дню Победы. Они как будто вернулись на много десятилетий назад. В далекие сороковые, когда им, тогдашним мальчикам и девочкам, пришлось забыть о беззаботном детстве. В их жизнь ворвалась война и принесла боль и страх. Это страшно. Столько мы пережили. Пусть я была маленькая, но сейчас, когда с высоты этого возраста анализирую, даже перед своей бабушкой преклоняюсь. Она знала о том, что немец чистоплотный, заставила нас все раскидать и даже на туалет не пускала на улицу. Понимаете? Чтобы только немец не остановился, поскольку рядом был. Я потом уже узнала, что там партизан был в домоходе. Все, о чем невозможно забыть, рассказали в документальном фильме «Дети войны» участники академического хора ветеранов производственного объединения «Старт». Идеей запечатлеть и сохранить воспоминания свидетелей далеких и страшных событий принадлежит Ирине Адуло. Она была на нескольких концертах на наших. И у нее пришла идея в память о своих бабушке и дедушке, которые были детьми войны, на базе, используя материал «Детей войны» хора, которым я руковожу, потому что две трети хора – это «Дети войны». Инициативу поддержали руководители градообразующего предприятия и первичной профсоюзной организации завода. Рассказы ветеранов, песни военных лет, комментарии эксперта – все это сплетается в щемящий душу рассказ. «Мы всегда были голодными. И где бы чего бы добыть, чтобы засунуть в рот и хоть немножко утолить голод?» «То, что мы вспомнили, то, что нам напомнили, оно вызывает, конечно, слезы. И рады, что сейчас молодежь этого не видела. И не дай бог им еще раз это все пережить. Не дай бог». Вот уже 74 года главный праздник для них – 9 мая, День Победы. Но память о пережитом должна сохраняться, считают дети войны, ради того, чтобы подобное никогда не повторилось. Свой подарок ко Дню Победы сделали участники проекта «Десять песен атомных городов». Новый девятый клип второго сезона увидел свет в праздничные дни. Певцы и музыканты из городов атомной отрасли исполнили песню «Казаки в Берлине». Эта песня стала самой первой песней Победы, созданной всего за один день, первый мирный день весны 45-го. Автор слов, поэт Цезарь Саладарь, в качестве военного корреспондента присутствовал на подписании акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 9 мая 1945 года Цезарь Соломонович на одной из берлинских улиц стал свидетелем эпизода с участием конной колонны в сопровождении донских казаков и молодой девушки-регулировщицы. Через несколько часов поэт улетел в Москву и в салоне военно-транспортного самолета набросал первые строчки будущей песни. В этот же день Цезарь Саладарь прочитал стихи братьям-композиторам Даниилу и Дмитрию Покрасцам. И уже к вечеру песня была готова. Вскоре в исполнении участника Великой Отечественной войны Ивана Шмелева она прозвучала по радио. Песню услышали миллионы радиослушателей. Ее подхватили и запели по всей стране. И теперь эта песня обрела новое звучание в исполнении жителей городов атомной отрасли. И хотя главные ее герои – казаки, песня стала гимном всем, кто прошел дорогами войны. «Заречный» в новом клипе представили воспитанницы детской школы искусств София Борзова и трубач Антон Пригарев. Увидеть ролик можно на ютуб-канале программы «Территория культуры Росатома», а также в официальной группе проекта «10 песен атомных городов» в социальной сети ВКонтакте. Там же размещены все предыдущие атомные песни первого и второго сезонов. Май для зареченцев по многолетней традиции месяц масштабных праздников. Вслед за Днем Победы нам предстоит отметить еще одну значимую дату – 61-ю годовщину создания Заречного. Подготовка к Дню города уже началась. Основные торжества состоятся 25 мая. Одним из самых ярких событий праздника станет торжественное шествие трудовых коллективов на главной площади города. По традиции принять участие в параде смогут и самые маленькие зареченцы – в колясках и на велосипедах. В Доме культуры «Дружба» началась запись участников в колонну «Мам с малышами». Дети от нуля до четырех лет с наличием маленького велосипедика ну или, естественно, в колясках, если это новорожденные дети. Для этого нужно подойти к нам на вахту, записаться и получить номерочек. И 25 мая в 10 утра принять участие в шествии города. Первым 150 участникам будет вручен фольгированный шарик с наилучшими пожеланиями. Запись в колонну «Мам с колясками» на торжественное шествие в День города проходит на вахте Дома культуры «Дружба». Все интересующие вопросы можно задать по телефонам 60-43-53 и 65-15-85. В преддверии празднования Дня Победы в Заречном прошло сразу несколько крупных спортивных соревнований, посвященных 74-й годовщине разгрома фашистской Германии. Одним из них стал городской турнир по боксу, прошедший в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». В ставших уже традиционными соревнованиях приняли участие более 40 юных спортсменов в возрасте от 6 до 14 лет. Майский турнир Победы – это своеобразный итог спортивного года. Состязания, на которых боксеры демонстрируют полученные навыки, а тренеры определяют задачи на следующий учебный сезон. «На данный момент у нас 23 пары. Мы не будем выявлять конкретно победителей. Все будет боевая ничья. Все будут награждены грамотами и медалями к Дню Победы». И это все, что мы успели рассказать вам о событиях праздничных выходных дней в Заречном. Оставайтесь с нами и хороших новостей! Надежные кондиционеры «Занусси». Всего 15900. Телефон 23-2404. Впервые в Заречном. Потрясающая зоовыставка «Экзоферма». Милые пушистые звери со всего света. Трогать, гладить, кормить, с попугаем говорить. Только с 1 по 19 мая ждем вас во Дворце культуры. Второй этаж. Билеты от 100 рублей. Чтобы ты у цен высоких не попался на крючок, покупай-ка в караване вкусный наш окорочок. Окрочок уриный, охлажденный, 129,90. Колбаса, сервела, царский, дым, дымыч, 350 граммов, 79,90. Огурцы тепличные, 99,90. Печенье, медовые соты, 149,90. Акция действует с 14 по 16 мая 2019 года. Лови момент в караване! Наши атомные города, наша гордость, наша родина, наш дом. Мы хотим, чтобы все знали, кто стоял у истоков создания атомной отрасли и атомных городов. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» в новом формате. Прими участие в конкурсе. Напиши свою историю о Созидателях. Подробности о правилах и сроках проведения конкурса можно узнать на сайте слава-дефис-созидателям.ру Смотрите на нашем канале Главные события атомной отрасли Что происходит и почему происходит Стратегия Росатома и оперативные репортажи Программа «Страна Росатома» Программа «Страна Росатома» Редактор субтитров А.Семкин